Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую сразу на двух YouTube-каналах. Я приветствую всю нашу прекрасную аудиторию, наших зрителей YouTube-канала Курбанова Live. Спасибо, друзья, что вы неизбенно с нами. Ну и, конечно, я говорю вечер добрый всем, кто присоединился к просмотру нашего стрима на канале Прямой. Спасибо большое, что вы вместе с нами, что вы нам доверяете, приходите нас посмотреть, послушать. И, конечно, друзья, я обращаюсь сразу к нашим двум большим аудиториям. Не забывайте, пожалуйста, во время стрима, будете вы это сейчас смотреть в прямом эфире или уже потом в записи, обязательно ставьте нам лайк. И не забудьте подписаться на YouTube-канал Курбанова Live и Прямой. Это те алгоритмы, которые всегда помогают нам продвигать наши стримы, попадать в рекомендации. Ну и, если хотите, даже расширять поле наших зрителей, потому что все, что мы делаем, помимо того, что объединяемся вокруг Украины, нашей войны, нашей будущей победы, мы еще, конечно, очень хотим уничтожать российскую пропаганду и российские нарративы. Поэтому без вас вот именно в этой сфере никак. Ну и, конечно, друзья, по доброй традиции мы ждем вас в комментариях, помимо того, что у вас всегда есть уникальная возможность задать свой вопрос нашему гостю, касающийся наших тем. Самое интересное обычно мы обязательно выделяем и их задаем. Ну и во вторую очередь, конечно же, я напоминаю вам, что мы общаемся с вами, ну вот так, если хотите, геолокациями. Я по-прежнему остаюсь в Киеве, работаю отсюда и хочу знать, откуда приходит наша аудитория, где вы проживаете, где вы остаетесь, находитесь ли вы вместе со мной и другими украинцами сейчас на территории Украины или были вынуждены покинуть пределы нашей страны, а, быть может, уже давным-давно проживаете за границей. Обязательно напишите. Я вижу уже наших постоянных зрителей. Икор Сунишевченкевский, Италия вместе с нами уже на связи. Добрый вечер, Эстония, конечно же, приходит нас посмотреть и послушать. Киев тут. Татарстан нас смотрит. Здравствуйте, добрый вечер. Полтава с нами. Друговыч, доброго вечера. Львив нас пришел под этот скрыв бас. Здравствуйте. Ванкувер. Самарканд. Невероятная сегодня у нас география. Кения на связи. Детройт. Нью-Джерси. Харьков. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы с нами. Хмельницкий тут. И Таранопель. Ну, я не сомневаюсь, что сегодняшний наш гость. Мы же не скрываем, кто это. Уже анонс есть. Он вызовет очень большой интерес у представителей самых разных государств. Поэтому я всем говорю сразу добрый вечер, друзья. Лайк, подписка обязательно. И не забывайте, что где бы вы ни находились, даже континент не имеет никакого значения. Более того, возможно, даже лучше и удобнее вы можете воспользоваться QR-кодом, который всегда вместе с нами. Для того, чтобы перейти на счет вооруженных сил Украины, созданной в Национальном банке. Очень короткий, очень удобный путь для того, чтобы донатить на вооруженные силы Украины. Ну и когда я сказала, что у нас сегодня очень интересный гость. Здесь как бы люди, которые приходят его послушать, точно уже знакомы с ним. Ну, а если вдруг нет, то я с большим удовольствием вам тогда представляю. Сегодня у нас в гостях Сергей Жирнов. Политолог, политолог, публицист, ну и, конечно, разведчик, что невероятно интересно в части его биографии. Сергей, здравствуйте, добрый вечер, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Добрый вечер, Алена, добрый вечер всем нашим зрителям. Или утро, или день, потому что, судя по географии, у нас есть люди, у которых уже глубокая ночь, а у некоторых еще не день, а у некоторых уже утро настает, если на Дальнем Востоке. Честая правда, мы вас приветствуем и, конечно же, понимаем, что и потом в записи тоже будут смотреть, кто на завтрак, кто на обед, кто на ужин. Сергей, если позвольте, я начну с такого обобщающего вопроса. Сейчас очень много информации по поводу возможного наступления еще одного российской армии. Информация очень размазана от каких-то глобальных заявлений, что пойдут везде и много, до очень таких скромных, что идти нечем. И здесь, конечно, у меня сейчас вопрос к вам как к профессионалу. Но можно ли предположить, что это как раз больше война, если хотите, разведок, спецслужб, пропаганды? Потому что от войны здесь как раз в этой информации осталось очень мало. Здесь как раз кто кого перенапугает. Что вы здесь видите и кто на данный момент играет вот этой войной и, самое главное, информационным пространством? Ну, вы здесь правы, что это, конечно, составляющая и военная, и пропагандистская с обеих сторон. Кстати, даже с многих сторон, потому что и западные стороны участвуют в пропагандистской войне. И они вас снабжают, поэтому нужно обманывать врага. Сколько вам поступило, что вам поступило уже на фронт, что не поступило. В зависимости от этого они, может быть, планируют какое-то свое наступление. Ну, если подытоживать то, о чем я размышлял и то, что мы видели в последнее время, это то, что, скорее всего, все-таки попытки будут. Они уже, кстати, идут. Мы уже заметили, что активизировалась российская сторона на Донбассе. То есть явно совершенно им дан приказ был взять, наверное, выйти на границы административные Донбасса. Об этом, кстати, информация проходила и в интернете, и через разведки, и через средства массовой информации. Это раз. Во-вторых, здесь просто логика обыкновенная. Потому что если Путин сменил руководство, и фактически Россия начала глобальную войну с Украиной. До этого была действительно спецоперация, потому что локальный контингент, ограниченные силы и средства. Теперь Путин поставил во главе этой спецоперации начальника генерального штаба. Это главное военное лицо в стране. Выше нету, потому что министр обороны – это политические руководители, Путин – это политические руководители. Это не военные. А тем более Шойгу, потому что Шойгу обвешен весь с головы до ног, весь с генеральскими званиями. Но понятно, что он и до одного дня не был и не понимает вообще ничего вооруженных сил. И когда Путин назначил такого генерала Герасимова и дал ему в заместители двух командующих видами войск. Виды войск – это самое широкое, что есть. Что такое вид войск? Это военно-морской флот, военно-воздушные силы и сухопутные войска. Но сейчас у нас немножко изменилось, потому что в России есть военно-воздушные, военно-космические силы. И вот ими, кстати, командует Суровикин. В него входит не только авиация всей страны, но и входит ПВО всей страны, а также ракеты стратегического назначения. То есть он вообще самый главный ударный кулак Путина в принципе вооруженных силах. То есть единственное, кого еще не придали Герасимову для этой войны – это военно-морской флот. Ну мы знаем, что Черноморский флот в принципе есть, он там не очень большой, 18 судов. Хотя опасности от них безусловно исходят. Так вот, когда Путин назначил всех этих начальников во главе этой войны, понятно, что их же не просто так назначили, им надо что-то сделать. Скоро год. А результаты, в общем, ну есть, конечно, им есть что отсчитаться, потому что год назад они не были в Запорожской области, они не были в Херсонской области, они не были там еще на большей части Луганской области. То есть у них все-таки, то есть, там, откусить вашу территорию больше, чем год там и назад им удалось. И частично той территории, на которой они пытались продвинуться, вы их выгнали. Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Херсон как город. То есть в этом смысле, конечно, у них поражения военные есть. Но, к сожалению, я здесь не очень большой оптимизм. Не в том смысле, что я не верю в вашу победу, я в нее верю с самого начала и говорил всегда, что Путин проиграл эту войну 24 февраля. И он никогда ее не выиграет. Никогда ее. Что бы он ни использовал, что бы он ни применял, он никогда ее не выиграет. Потому что Украина защищает свою территорию, Украина защищает свой народ, свою нацию. Народ сам себя защищает. И у вас идет отечественная война внутри. Вы боретесь против внешнего врага. Россия напала на чужую страну, она напала на чужую территорию. Она не защищает никаких своих границ. Они искусственным образом ввели эти территории в структуру Российской Федерации и делают вид, что у них какая-то там защита. И борются якобы они там с НАТО и весь мир на них пошел войной. Это все, конечно, игрушки, это все труста. Но они потеряли всю ту группировку, с которой они начинали 24-го числа 22-го года. То есть в феврале в прошлом году. Практически вся она убита или ранена. То есть вот тогда у них было от 150 до 180 тысяч, плюс техника, и все это было размазано почти на 6 направлений. То есть, в общем, такими силовыми средствами война не ведется для нормальных людей военных. Тем не менее, Путин такую войну начал. И теперь, опять же, с точки зрения военной, у него нет современной техники уже, у него меньше значительного вооружения, у него есть какие-то мобилизованные, которые не умеют воевать. Это, в общем, мы их, поэтому уничижительно называемые чмогики, мобики и прочие всякие нехорошие слова. Но по численности они 330 тысяч сейчас на фронте, который в два или в три раза меньше, чем тот, который был год назад. То есть теперь фронт примерно 800 километров, только на востоке территории. И на этом суженном фронте скоплено в два раза больше сил, чем было год назад. Поэтому, конечно, это нельзя не учитывать. Это фактор, человеческий фактор, который неприятный. Мы понимаем, что да, они не умеют воевать, да, их наскоро перекинули на фронт, да, их почти не вооружили, их плохо вооружили, у них нет хороших спальных мешков, поэтому плачут их жены, дети и мамы, не потому, что у них убивают их братьев, мужей и прочее, а потому, что они плохо обеспечены. Но это отдельный разговор по поводу того, что такое Российская Федерация, и что такое мамы, жены и сестры этих людей, которые ушли на никому не нужную войну и убивают чужих людей. Вот, но доставить вам хлопот они могут, к сожалению. И к этому надо готовиться, а, безусловно, военно и морально всем остальным. То есть не надо расслабляться, никогда нельзя исходить из того, что враг глуп и менее силен, чем мы. То есть считать его менее сильным, потому что недооценка врага – это всегда самая плохая вещь на войне. Лучше переоценить, чем недооценить. Вот, по этому поводу давайте мы к этому, к сожалению, будем относиться серьезно. Они, безусловно, смогут доставить вам хлопот, потому что, вы знаете, когда вот эти 330 человек, если пустить их даже в полный рост просто прямо тупо под автоматы и под пулеметы и под артиллерию ваших бойцов, то может возникнуть ситуация, когда просто перегреваться будут автоматы, если так их косить, ну, как крысы лезут там, я не знаю. Вот, конечно, будем надеяться, что этого не произойдет, но исключать этого нельзя, потому что Путину, мы это поняли, для этого он ездил в город под названием Сталинград, да, они Волгоград переименовали на сутки Сталинградом, для того, чтобы напомнить всем людям в России, что, в общем, люди там не значат ничего. То есть что ради одного названия города можно положить миллион людей. Просто так. Потому что Сталинград, кстати, не предоставил себя в то время тоже никакой стратегической роли. Потому что в Сталинграде в 43-м году единственная стратегия была в названии в имени Сталина. То есть нельзя было сдать город под названием Сталин. Потому что если бы это была нормальная война, можно было отступить на 300 километров за Волгу, и все, и немцы там замерзли бы сами, а потом их разбомбить просто, и жизнь не спасли бы и так далее. Но поскольку этот город назывался Сталин, Сталину надо было, он воевал за символику. И Путин, в общем, тоже он воюет за символику. Потому что вот сейчас ему важно выйти на административные границы тех областей, которые включены в состав Российской Федерации. Вот это задача такая ближайшая, и, возможно, даже такая символическая. А дальше уже надо посмотреть, потому что мы же понимаем, что он не остановится на этом. Это первая такая задача. Но до сих пор они не могут и с этой задачей справиться. И я думаю, что не справятся все равно, но хлопот доставить могут. Вот у меня такая оценка. Сергей, позвольте я вас сейчас спрашиваю о личных неких качествах, потому что у нас бытует мнение, очень часто его эксперты высказывают о том, что Путин, когда начинал войну 24 февраля, он был уверен, что ведь они не просто так готовились не к войне, а к параду. Мы это увидели с парадной формой у военных и так далее. То есть все это было основано на том, что Украина и украинцы, в принципе, не будут сопротивляться. Хотя я всегда говорю, что буквально мы же это очень активно перед войной, перед началом вторжения обсуждали. У нас были социальные опросы, которые показывали, что более 80% украинцев были готовы с оружием, не на словах, не во время акции, а с оружием защищать свою страну. То есть уже был накал такого масштаба. Я молчу о том, что у нас на тот момент была война более 8 лет на Донбассе. То есть мы как бы уже давно не друзья с Россией. И при этом все убеждают, что, конечно же, Путину на стол подкладывали папочки, что украинцы будут встречаться с цветами. Медведчук, который тут якобы должен был заниматься своей работой, как раз сеять вот эту братскую любовь, у него каналы были закрыты. Его рейтинги и отношения людей, не его избирателей, тоже было очевидно. Было понятно, как регионально отличаются отношения к России, к российской власти и так далее. Это я к тому, что у вас все-таки был некий опыт личного общения с Путиным. И я хочу понять, действительно ли человек в таком статусе, который обладает такой властью уже многолетней. Он просто дурачок, которого развели? Или это такая была хитрость? На самом деле, возможно, он и понимал, что здесь будет нелегко, но все равно надо было идти ва-банк, ожидая, что, ну, в таком случае, может быть, армия наша слабее, чем российская. Вот они смогут нас военной машиной подавить. Я думаю, что ни то, ни другое. Это не была ни хитрость, и не дурачок он. Он просто попал в, как это называется, Черт, слово русское вылетело из языка. Значит, он сделал ошибку, собственно. Это его собственная ошибка. Он недооценил или неправильно оценил оперативную обстановку. Почему это произошло? Это отдельный разговор. Потому что мы все считаем, что вот там разведка, это всегда очень хорошо работающий механизм, отлаженный, который говорит только правду, который очень эффективный, у которого есть источники везде. Вот это все в книжках написано. Это все вранье. Ни одной, а тем более советская разведка никогда не работала таким образом. Советская разведка, это, в общем, такая, ну, вот люди молодые этого не помнят, а люди постарше, они знают, что, в общем, Советский Союз это одно большое вранье. То есть вот там 70 лет люди выходили, надували щеки на, выходили на президиумы съезда всесоюзных, по конференции, собраний каких-то говорили. Мы там строим коммунизм. А страна разваливалась, да? А они строят все коммунизм. И все, победы какие-то, мы вот 150% плана дали. У нас тогда были пятилетние планы. Вот мы там план за три года и так далее. А страна разваливалась. И вот у Путина все то же самое. То есть он построил абсолютную копию Советского Союза, в которой есть какая-то потемкинская деревня, то есть планшет нарисованная. А за этим планшетом ничего нет. Вот выяснилось, что у него, например, нет армии. Как выяснилось? Просто нет армии. На бумаге она есть. Два миллиона человек в Министерстве обороны работает раз. И миллион 150 тысяч военнослужащих. Где они? Где мы их видим, эти миллион 150 тысяч военнослужащих? Если у него есть миллион 150 тысяч военнослужащих, почему он их сразу не перебросил там половину на украинский трон? Их нету просто. Их нету. Это все фикция. Оборудование то же самое. Ему докладывали люди, что они там какое-то у них вооружение новое, арматы, сарматы, я не знаю, кинжалы и прочее. Да, ну там частично немножко это было сделано, но на самом деле это опять же Советский Союз разворованный, распил бабла, распил бюджета. Путин закончил тем, что в июле месяце уволил Рогозина, потому что он понял, что космодром Восточный должен был сдан в 2020 году. Он не сдан до сих пор и не будет сдан еще 10 лет. Ему обещал Рогозин пять новых ракет-носителей. Их нет. Есть какая-то там ангара, запустили три раза, и все, и больше ее нет. Сарматы эти, значит, они запустили Сармат в апреле месяце 20-го числа на день рождения фюрера, кстати. Спасибо Диме Рогозину. Это у него личный праздник. И дальше у них, как выяснилось, у них там еще есть полусобранные три штуки, но они не летают, собрать их нельзя, потому что компонентов нет. А Рогозин говорил, ведь что он не говорил, что к ноябрю месяцу я вам буду делать по 20 терматов в месяц. И все. И когда понятно стало, что он не может делать не то, что 20 в месяц, а одного за 20 месяцев, Путин его уволил. А теперь этот Рогозин, значит, ездит там на Донбасс и пытается получить второй осколок в задницу, потому что одного ему мало. Вот. Ну, мы понимаем, что вся эта страна это все вранье. И когда так устроена страна, мы все считаем, что а вот разведка, это вот такое отдельное, совершенно супер шпионское ведомство, которое вот-вот, там-то все нормально. Вот вся страна в заднице, а вот там-то вот единственное место, где все хорошо. Ребята, я рассказываю для тех, кто еще не слышал моего этого рассказа. В 84-м году, когда мы с Путиным пришли в один год учиться в Краснознаменный институт имени Андропова. Это самое лучшее учебное заведение КГБ, если не сказать страны. Там шпионов готовят. В этом учебном заведении не было ни одного компьютера. В 84-м году. В 1984-м году эти компьютеры персональные, IBM и Apple, были у подростков 14-летних американцев. У нас в самом лучшем советском заведении не было ни одного компьютера. Когда в 87-м году я пришел работать в самую лучшую, в самую лучшую управление, в самую лучшую службу, в самую секретную, в самую суперслужбу, в службу нелегальной разведки первого главного управления КГБ, у нас в службе не было ни одного компьютера. Ни одного. В 87-м году. И вы хотите, чтобы эта служба потом давала какие-то суперрезультаты. А что там изменилось? А что там... Ну, теперь им поставили компьютеры. Ладно, хорошо. Но в остальном-то... В остальном-то... Мы же прекрасно понимаем, что после развала Советского Союза и после 10-15 лет существования хотя бы там той России, которая была сразу после распада, от образования Советского не осталось уже ничего. Все, кто мог, уехали сразу после распада. Примерно 3 миллиона человек, всех умных, самых перспективных, самых нормальных, все уехали. Остатки уехали сейчас, когда Путин объявил мобилизацию, миллион человек сразу сбежал. Сразу сбежал. То есть остались кто? Извините меня, ребята. Буряты остались, да? И там Тунгус какие-нибудь, да? И вот там Тыва и товарища Шойгу. Вот. Я, конечно, не к тому, что они там плохие люди, да? Потому что все люди братья, все люди хорошие. Но понятно, в каких условиях они там живут и что у них есть по сравнению хотя бы даже с Москвой. Да? А у Москвы ведь по сравнению даже там с Парижем, Нью-Йорком ведь их тоже сравнить нельзя. Это они надувают счет и себя сравнивают. Поэтому, когда эта разведка Путину чего-то там докладывала и говорила, что да, они же все распилом занимаются. Вы же сами говорили, Митверчук ему что говорил? Путин, ты мне даешь там 10 миллиардов, я за 10 миллиардов подкупил в Украине всех. Ну всех просто, все наши. Вообще, вот только ты это гикнешь и все произойдет как в 2014 году в Крыму. Зеленые человечки, никто слова не скажет за три дня и на Крещатике уже мы вышли в парадной форме, значит, прошли, расстреляли Зеленского торжественно, вернули Януковича, большой подарок Украине. Два раза они его выгоняли, мы его третий раз не мытем, так катанем, мы его вернем обратно на царский трон, на Банковый. Ну в общем, это все, вот откуда все это возникло. У Путина, причем вот у Путина, вы знаете, он, человек живет на какой-то своей планете, потому что когда вы 22 года сидите на одном месте и у вас нет никакой критики, даже товарищеской критики нет, потому что все вам просто поддакивают, да, причем поддакивают в смысле каждый хочет поддакнуть со своей стороны и, соответственно, топит товарища, то есть информации вы не получаете никакой, вы получаете только слоки и склоки внутри системы. Вот, и эти люди должны были ему говорить чего-то, говорить, что нет-нет-нет, Владимир Владимирович, вы не правы, ну как же так войну? Был один такой человек, был один такой человек, его звали Леонид Ивашов, генерал-полковник, начальник, бывший начальник Главного управления Международного сотрудничества Министерства обороны, начальник ассоциации, как там она называется, офицерского собрания, Всероссийское офицерское собрание офицеров, действующих и запасов. 31 января он сказал, Владимир Владимирович Путин, как верховный главнокомандующий, вы должны уйти в отставку и не дай бог вам начать войну против Украины. Во-первых, вы к ней не готовы, во-вторых, вы ее проиграете и в-третьих, развалиться, расселить. 31 января Леонид Ивашов это написал, поищите в интернете, это все дело висит. Его, кстати, никто не посадил никуда, не расстрелял, он до сих пор жив, и ему, правда, сказали, что он ничего этого не подписывал. Он написал новый пост, сказали, ребята, все мы подписывали, все, мы все живые, это наше убеждение, это все, и все нормально. И он был не один такой. Все военные нормальные, ему говорили, Путину, что нельзя воевать. Во-первых, это глупо, во-вторых, ты не подготовлен. То есть военный, в крайнем случае, он скажет, мне там пофигу Украина, я там ее не люблю, и там мне совершенно без разницы она. Но как военный, я не могу вам, как верховному главному командующему, не сказать, что, в общем, мы к ней не готовы к этой войне. Не готовы. И они были не готовы. И сейчас к этому наступлению они точно так же не готовы. Но делать-то чего-то надо. Трясти-то эту яблоню надо, потому что, а зачем их тогда попереназначали 11 января? А зачем? Больше того, там же есть какая-то логика, внутренняя логика, потому что Путин требует результатов. Результатов нет. Значит, где-то можно приписать, где-то можно там еще что-то. Но Путин будет их толкать. И ему, это главное, и ему, и генералам, ну, положат они, допустим, там, новые 300 тысяч на фронте. Ну и что? Вот за этим Путин съездил в Сталинград и сказал, а посмотрите, в Сталинграде сколько мы положили? Миллион, там, полтора миллиона положили. За что? Ради имени Сталина. Вот и все. Значит, и на этом фронте положим. Положим 300 тысяч, следующие придут, потому что, обратите внимание, ведь никаких ничего, ни волнений никаких. О чем эти тетки-то говорят? Дайте им спальники. У них плохие спальники. Мы не против того, чтобы вы их там перемалывали и уничтожали, и нам возвращали в пакетов вместе с белыми ладами. Ну, дайте им спальники хотя бы, чтобы они там поспали последние две ночи перед тем, как их убили. Ну, дайте им автомат Калашникова, потому что стыдно умирать с ржавым автоматом Калашникова, надо умереть с блестящим автоматом Калашникова. Вот на таком уровне ведется эта война с российской территорией. Вы знаете, анекдот слышал? Я, правда, передаю его, я за что купил, за то продал. не помню, кто это сказал, Торий Белковский, Торий Шестерман сказал, что идет колонна танков Т-34, которых Россия, которые Россия выкупала обратно у Лаоса, а Лаоса, они были проданы Вьетнамом, а Вьетнаму были поставлены Советским Союзом в 1950 году, еще во время французской Вьетнамской войны. То есть представляете, что к вам идет воевать? Т-34. Причем это на полном серьезе, это вот не парад там типа вот такой восстановительный, а на полном серьезе Т-34 идут куда-то там воевать на Украине. Ребята, это 23, а у вас Хайма все, а у вас Леопарды сейчас уже на подходе, а у вас, я не знаю, там Абрамсы на подходе, Атакамсы на подходе. Ну, в общем, вот так. Во-первых, стало понятно, почему, исходя из вашей истории о том, как вы пришли на учебное учреждение, что там не было компьютеров, теперь понятно, что это вошло в привычку у Путина, потому что мы знаем, что он не пользуется социальными сетями, приложениями и всем остальным. То есть он, видимо, как раз живет еще в том периоде. И вы очень интересно заметили, что, конечно, у него какая-то некая своя другая параллельная реальность. Я вот о чем. С одной стороны, мы знаем, и об этом очень часто говорит и наш Гурбоминобороны, глава Кирилл Вуданов, он всегда рассказывает, что, ну вот, раковый больной, есть двойники и так далее. То есть можно к этому относиться как к теории сговора, а можно относиться буквально. С другой стороны, мы видим, что есть некий стол длинный, когда Путин боится заразиться, боится, я не знаю, покушения, чего угодно. То есть если у тебя как будто бы у тебя как у собранного некого образа, там, Кремля, есть двойники, то, значит, можно же под раздачу давать каждый раз кого-то. Совсем недавно мы увидели, как панцири расставляются вокруг по территории стратегических объектов в Москве, это и Миноборона, и недалеко как будто бы место бункера, где проживает Владимир Путин. То есть здесь, ну вот, таки вопрос, если есть двойники, если он не один, то почему такая опасность или переживание за сохранение жизни Путина? Сергей, я понимаю, что тут, наверное, пока мы еще находимся в этой актуальной истории, мы до конца не узнаем. Но понимаете ли вы эти несостыковки? Многие разведчики говорят о двойниках, но есть маркеры, которые указывают на то, что есть один Путин, и он крайне боится за свою жизнь, хочет жить вечно, и поэтому так себя бережет. Ну, история, история, конечно, темная, да, то, что у него есть двойники, это меня не удивляет и, так сказать, не возмущает, и вообще к этому я отношусь абсолютно спокойно, потому что это, Путин просто ленивый человек, поэтому зачем ехать куда-то, вот представьте себе, он приехал в Сталинград, чтобы произнести речь в 8 минут 10 секунд, в 8 минут 10 секунд. Леонид Ильич Брежнев, для тех молодых, которые нам его не застали, говорил речь по 2,5 часа, Сталин говорил речь по 3 часа, вот такие, пахальные, а здесь 80 лет Сталинграда. Чувак приехал и сказал речь в 8 минут. Это чего? Это в советское время ему сказали, Вася, мы тебе денег столько платим, а ты всего 8 минут говорил? Это вообще не отработало, бабло не отработало. Это же ведь, как это самое, как это, ну представьте, вы купили концерт, там, я не знаю, на Аллу Пугачеву, она вышла, две песни вам спела и сказала, до свидания, все, 8 минут, и все, а вы там заплатили, я не знаю, там 150 тысяч за билет, вот, ну условно, то есть в принципе он, конечно, не отработал. У него он головой трехнутый, был всегда, он всегда, он специфический очень человек, вот, разведка его к себе не захотела, потому что она поняла, кто он такой, разведка сказала, что он опасный человек, он опасный человек в том смысле, что он может принять под влиянием эмоции, он может принять решение, которое будет неадекватным, и которое будет опасным для него, для службы. И поэтому разведка ему сказала, мыть тебя не хотим, а вернула его из Москвы, из Краснознаменного института в 85-м году, обратно в Ленинград. Потому что там была какая-то странная история, мы когда-нибудь с ней вернемся, там подробно, вот, они там где-то гуляли с Ралдугиным в Ленинграде на побывке, вместо того, чтобы Путин сидел с беременной женой, вот, их там кто-то оскорбил на улице, возникла драка, и Путин, как шпион большой, как шпион, влез в эту драку, то есть вы представляете себе, да, там 17 мгновений весны, значит, Штирлиц лезет драться к Гиммлеру, то есть насколько он соответствовал вот этому образу шпиона, такому киношного. Вот, влез он в драку, и причем влез не по делу, потому что ему там сломали руку, несмотря на то, что он там борец, там сам каратист, и дзюдоист, и чемпион большой. И все это дело закончилось протоколом в отделении МИЛИ, и все, и поэтому его отсюда и отчислили. Вот, и такой человек теперь имеет, и как в старом детском аниме, и эти люди нам говорят, не ковырятся в носу. Вот, и вот такой человек сидит теперь на потенциале атомном, 45% ядерного потенциала мирового. Вот, ну, в общем, ну, чего с ним, чего с ним, чего с ним, ядер. Вот, о чем это, я потерял, кстати, линию, как это называется, линию. Да, да, с одной стороны есть двойники, с другой стороны очень сильно обновляют за жизнь. Да, двойники, тройники. За жизнь он боится, конечно, явно совершенно, у него поехала голова, это было видно во время ковида. Во время ковида у него просто поехала голова, потому что все было видно, что он ни с кем не встречается, он всех держит на расстоянии, он там маски у всех, выдерживает их там по три недели в садаториях прежде, чем допустить телу, потом перестали допускать телу, потом он сам не захотел больше никакого тела, поэтому когда там теперь говорят какую-то Кабаеву, я так думаю, что они тоже там по теле кинезу этому сексу занимаются. Вот, и хотя он с компьютерами не очень хорошо понимает, но ему помогут там, наверное. Вот, и в этом смысле, по-моему, кстати, Кирилл Абуданов говорил, что вот тот Путин, который встречается и отсаживает людей за 30 километров за столом, это вот настоящий Путин, потому что он боится себя и за свою жизнь. Включая, кстати, ну представьте себе, своего министра обороны, начальника генштаба, и они сидят от него за 10 километров за сумасшедшим каким-то столом, да, и вдруг он тут же оказывается среди цветника из 30 бортпроводниц, и там с ними чуть ли не, там не это самое, лобызается, то есть, ну явно совершенно, это не соответствие какое-то. То же самое, кстати, мы наблюдали весь декабрь месяц. То он отменяет все мероприятия, не хочет с ним встречаться, да, а тот тут с бокалом, шампанским, там скачет по кремлевским залам и обнимается со всеми, там, с кем попозь, с кем не попозь, и вешает, обвешивает их там наградами какими-то, и говорит глупости всякие. Вот, ну в общем понятно, что какие-то новинники, наверное, все-таки у него есть. Вот, хотя это вещь очень опасная с политической точки зрения, потому что мы это прочитали еще у Джума, да, там, железная маска, вот, когда, так сказать, ты начнешь с этого, а закончишь под железной маской, неизвестно, кто из вас там окажется в этой железной маске, да, и у Марку Твен такая же история была там в английском, при английском дворе, так что с двойниками, вообще-то, это опасная вещь, потому что ты, так сказать, вышел, а двойник твой силы сказал, а это я теперь настоящий, а ты двойник, и вообще расстреляйте его, и все, и слегайте. Вот, и, кстати, бытует легенда о том, что настоящего Путина давно уже нет, это двойник, его пласть правит, поэтому, кстати, жена с него ушла, потому что не захотел спать с двойником, вот, и ходить вместе с ним по всем этим делам, то есть, ну, там много всякого ходит про него, вот, как бы то ни было, даже мы, если мы сделаем, скажем так, что на самом деле, что пусть это будет один Пути, да, ну, пусть он меняется, так вот, я не знаю, как старевная лягушка, меняется в течение пяти секунд, там, вечером он еще был страшный, а наутро он ведь такой красивый и замечательный, скачет козлом, это помните, это был 31, 31 июля, это была очень смешная штука, значит, ходит ночью, он где-то там, мы с Тамарой ходим, пара, с Шойгу и с его дочкой, они ходят там, и отмакивается он от комаров левой рукой, а правой у него висит культяшка, и он выглядит, как старый-старый старикан, терзун, вот, а на следующий день, значит, праздники, он там скачет с корабля на корабль, я не знаю, и такой, весь такой бодренький, живенький и так далее, ну, либо накачивают его, потому что, знаете, ведь Гитлера накачивали коктейли, у него же был такой специальный доктор, который ему составлял такую штуку, такой коктейль, это чрезвычайно интересный репортаж, и, кстати, ни одного только Гитлера, вот там, эсэсовцев, их там, люди, которые шли на фронт, их на самом деле накачивали наркотиками, потому что надо было выдерживать это дело, потому что там не хватало еды, холода, психологически это очень тяжело было, вот, то есть это, в принципе, человечество уже давно уже все это освоило, как, чего, куда и там накачать, чтобы вроде сегодня ты умирал, а завтра скачешь бодреньким кофе, вот, но у Путина, значит, нам главное, это на самом деле это его проблемы, там, где он скачет, и проблемы есть у него со здоровьем или нет, мы перед собой видим просто полоумного самоубийцу, который неадекватно реагирует на действительность в мире и в жизни, и за собой в могилу тянет самому себя, своего режима, Российскую Федерацию, даже весь мир и угрожает всему миру третьей ядерной войной, да, или там четвертой, если считать за третью, холодной, вот это, вот это нас волнует на самом деле, а сколько у него там двойников, да черт их, какая разница, сколько у них двойников, пусть он их там считает, пусть он и с ними сами, сам разбирается, нам разобраться, главное, с номинальным Путиным, то есть человеком, портреты которого там висят во всех учреждениях, и которые формально считаются президентом Российской Федерации, хотя он им никогда не был, потому что его никогда не избирали, вот, но это отдельный разговор еще, вот, вот так я с тобой ответил. Сергей, прежде чем я вас прошу еще о шпионах, тем, которые, конечно, всех очень интересуют, я хочу обратиться к нашей аудитории, напомнить, что мы говорим с Сергеем чуть больше, чем полчаса, и, конечно, еще раз и еще раз, друзья, призываю вас оставить нам лайк, и, конечно, подписаться, подписаться на YouTube канал Курбанова, лайф и напрямой. Когда еще, еще не наступил этот ужасный день, 24 февраля, Сергей, мы все помним, что очень много американцев носились со своей информацией, они не могли сказать точную дату, это было приблизительно, они утверждали, что в 20-х числах февраля начнется вторжение Путина, то есть 24-е не фигурировало, фигурировали разные даты, но, тем не менее, они единственные, первые, знали это все. Я понимаю, что с одной стороны, вот сейчас, например, Российская Федерация точно делает очень много вбросов информационных, тайные переговоры, бункерные интриги, но это то, что им выгодно. 24 февраля, в канун 24-го, им это не было выгодно, то есть, скорее всего, американцы, не знаю, например, имели своего крота, своего агента, который эту информацию сообщил. Это первый момент, который меня очень интересует, а второй, это когда они уже пошли по украинским регионам, Сергей, то очень часто украинские военные, помимо того, что они уничтожали врага с помощью своего профессионализма и мужества, еще была информация о том, что ФСБшники сами сдавали нашим солдатам или нашим спецслужбам координаты, где находится там условная колонна или какое-то энное количество техники и военных, то есть, и по ту сторону тоже было как будто бы представительство Украины, ну или те, кто желал проигрыша российской армии и победы для Украины. Можно ли предположить, что сейчас вот как раз все еще в Кремле, где-то возле Путина, возможно, находятся люди, которые сливают важную информацию, важную для Запада, а поэтому пускай не на шаг, только на полшага, но мир опережает и Кремль, и Москву, и Путина. Я думаю, что то, что происходит в Кремле, известно довольно хорошо. Каким образом это становится известно, это уже отдельный разговор. Когда руководители американской спецслужбы, американской разведки или английской разведки выходили на публику и говорили, что у нас есть крот в Кремле, я как бывший шпион, значит, меня, значит, перекашивало у меня лицо и говорили, да, как-то интересно. Значит, если у вас есть крот в Кремле, вы выходите на публику, у вас смотрят миллиард людей, там, два миллиарда людей, и вы говорите, у нас есть крот в Кремле, да, и вот мы, это понятно, что любая контрразведка после этого этого крота вычетет, там, за три секунды, или начнется какая-то там, какая-то охота за этим кротом. Поэтому для меня, конечно, когда выходит руководитель американской или английской или французской или немецкой спецслужбы и говорит, что мы все знаем, что происходит в Кремле, это троллинг. Это чтобы Путин спал плохо, это чтобы Патрушев спал плохо, это чтобы Бортников спал плохо. Потому что верить они не верят, но не верить тоже не могут. Поэтому проверять будут всех. Такая ситуация была, кстати, в самой американской разведке в ЦРУ, когда был такой Эгглсон, который 20 лет ловил кротов в ЦРУ. В результате кротов не поймал, в результате российский, советский сектор в ЦРУ перестал работать 20 лет, а кроты реально были и потом их поймали уже другими совершенно способами, но не Эгглсон. То есть, в принципе, это долгая, давняя история. Я думаю, как американцы знают. Во-первых, вы же видели Диму айфончика, да? Конечно. А почему у него прозвище айфончик? Потому что телефончик американский, да? А если телефончик американский, то чего там дальше? У него там и софт американский стоит. И значит, все, что Дима разговаривает на своем айфоне, известно, по крайней мере, фирме Apple. Да? А если известно это фирме Apple, то фирма Apple может это слить, родному американскому правительству в этом случае. Потому что она обычно отказывается, когда суды к ней обращаются. Но здесь ради страны она может и слить. У товарища Лаврова, когда он ездил на Бали, чем он там был отвешен с ног до головы? Да, и часы, и телефон. И телефон, и часы, и последний айфон у него 14 лежал на стороне. Ну, может, конечно, муляж ему сделали в Кремле, такой, то есть, все пустое, просто корпус купили, там на Бали, на барахолке купили за полтора доллара, значит, такую штуку, чтобы он покрасовался. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что у него такая техника, и они не могут устоять, они не могут устоять перед этим, они, конечно, ругают Запад, но обвешен, все Западом обвешены, машины у них у всех, у них весь парк Кремлевский, весь парк ФСБ, весь парк ТРУ, этого самого, СВР, ГРУ, весь парк Государственной Думы, Советы Федерации, это машины какие, Волги у них, что ли, они на Волгах там ездят? Они ездят на Мерседесах, на Ауди, и на прочих иностранных машинах, а если они ездят на этих машинах, в них стоит электроника, а вы понимаете, что такое современная электроника, да, я не знаю, вот вы, Алена, ездили когда-нибудь в Тесле? Да, да. Ну, вы представляете себе, что это за машина, да, у него 8 камер, которые пишут все, что есть. Космический корабль, да. То есть, это абсолютно космический корабль, который слушает все, записывает все, видит все, и то есть, кстати, к Тесле, на самом деле, на Западе вообще никакие бандиты не приближаются, потому что все уже пишется, все записывается, и все, и все потом в суд отсылается прям, чуть ли не это самое, или в полицейский участок в ближайший, в режиме свободного времени. Вот. И они все эти люди, они воюют с Западом, но они все ездят на Запад. У них все телефоны западные, у них все компьютеры западные, у них что это, Эльбрус какой-нибудь, кто там работает на Эльбрусе? Причем, больше того, даже этот Эльбрус, который там в Зеленограде, может быть, сделали в одном инженерии, или там в трех инженерах, чипы-то откуда на этом Эльбрусе? Что, Зеленоград их делают? Я жил в Зеленограде. Не надо мне, ребята, вешать лапшу на уши. В Зеленограде выход годных 3%. И то для военной приемки, а для нормальной приемки там выход годных 0%. Вообще ничего сделать не могут. Вот. Когда заводу «Ангстрем» получили сделать рации для военно-вооруженности, в результате не получилось никаких раций, и слава богу, что не получилось, потому что они к вам приехали с китайскими этими самыми воки-токи, которые не защищены, и вы их просто слушали, кто не попадет. Я уж не говорю про разведку, контрразведку и прочие всякие ваши спецслужбы. Любой человек возьмёт просто сканер какой-нибудь и всё, и слушает всё, что они разговаривают, потому что у них не было защищённой связи. А защищённая связь настолько была дорогая, сложная в эксплуатации и так далее, она была там только у офицеров или у старших офицеров. И они сами даже не могли её пользоваться, потому что такая она была сложная и дорогая. Вот что такое Российская Федерация. По этому поводу, конечно, американцы могут знать, что у них происходит, просто потому, что они слушают этот телефон. Даже если не его телефон, ну ладно, Дима айфончик понял, что нельзя ему... Ну жена-то его айфончика, как она была айфончиком, так она и осталась айфончиком. А дети его, то же самое, а внуки, а тёщи, а друзья, они все работают на западной технике, а значит запад их слушает. Или если не на западной, значит на китайской, а значит Китай их слушает. То есть выбор-то вот такой. Вот и всё, вот и вся информация. А дальше, абсолютно правильно вы сказали, Российская Федерация, ведь что такое за страна Российская Федерация? При Советском Союзе из разведки сбежала, по крайней мере, вот на вскидку, я в какой-то своей книжке что имён назвал людей, которые изменили своему долгу. Это то, что известно. А ещё можно туда добавить, может там ещё в 2 раза больше или в 3 раза больше. Почему? Потому что шпионы, это все же ведь, это люди, которые нарушают закон за рубежом. А если тебя научили нарушать закон за рубежом, то почему его не нарушить против своей собственной снижки? И чем благополучно все эти люди занимают? Кстати, тот же самый Путин, нарушив присягу офицера КГБ, потому что он должен был в 1991 году выйти с оружием, защищать Компартию Советского Союза и СССР, когда он разваливается. Он ничего этого не делал, они все предатели ещё к тому же. Вот. И в этом режиме у них сливается абсолютно всё. Абсолютно всё. Вот вспомните эту историю с Башировым, с Мышкиным и прочими, да, со Скрипалями. 2018 год, 4 марта, значит, новичок, пришли эти самые, мы с Тамарой ходим парой, два педика, извините за выражение, приехали в Солсбери типа посмотреть на Собо. Вот. И, значит, некая организация, пять безработных, нашли в интернете все базы тазов, любые базы тазов. И нашли о них абсолютно всё. Номера паспортов, адреса, номера машин, номера медалей, которые им давали там номера этих самых званий, номера воинских частей, в которых они служили, нашли фотографии, где они там на досках почёта летят. Всё нашли. Потому что вся эта информация сливается всеми про всех. Вы в Советском Союзе, то есть в Российской Федерации, можете купить любую базу данных. База данных ФСИН, база данных МВД, ГАИ, ИБДД, налоговой инспекции, чего вы можете собрать информацию про всех, про кого угодно. Какие шпионы? Никаких шпионов не надо. Они всё сами сливают. И они, как вы правильно говорите, они сами сливают координаты, потому что кто кого-то не любит. Кто-то за бабло, кстати. Можно, кстати, за бабло. Вот там, я убеждён, например, что Пригожин скоро там прилетит к нему Хаймус какой-то, потому что Шойгу-то его не любит. Ну, когда Пригожинцы назвали, я даже стесняюсь повторить слово, которым они назвали начальника генерального штаба, называется на букву П, вторая буква И, третья Д, ну и так далее. То есть, а потом они ждут, что их там, ребята будут защищать, как эти самые Александры Матросовы своей грудью будут защищать, на амбразуру будут бросаться. Да они сольют эти координаты. А как прилетело к товарищу Рогожину? Рогозину. Как к нему прилетело, когда он там с пацанами праздновал свой день рождения? Да потому что слили, потому что его ненавидят какие-то люди. И всё, и слили координаты вам, и всё, и отлично. И там, Морскому за три доллара слили и всё это дело. Так что, в общем, с этим режимом всё понятно. Другое дело, что есть всё-таки шутки в сторону, есть у них системы, которые защищены. Это старые советские системы. Старые советские системы это автономные системы. И вот к ним относится, кстати, система управления ядерными это старые старые проводные проводные кабели защищённые как по вертушке. Это ВЧ-кабели, ВЧ-телефоны. Это как АТС-2, АТС-1, Креблёвка так называемая вертушка. И вот с ней, конечно, сложнее немножко бороться. если они её будут использовать для отдачи приказов, то здесь будет немножко сложнее. Но, с другой стороны, они же разработали новую систему Кавказ, Чигес, Казбек, терминал Чигес, А микросхемы откуда? Из Тайваня. Из Тайваня того же самого. Из Тайваня родного. Из Америки. Дам был приказ ГРУ и СВР украсть чипы. Конечно, это было запрещено использовать, потому что это особое оружие, которое используется во время конфликта, когда подразумевается, что всё это дело находится под контролем и нельзя использовать какие-то элементы вашего врага. Но это же как это называется, в любом фильме советском вам скажут, да если бы я работал по инструкции, вот я сейчас пересмотрю, кстати, замечательный советский фильм Абдрашитова «Остановился поезд». 82-й год. Рассказывается, вот как у нас всё плохо работает и причём для того, чтобы работало, нужно, чтобы никто не соблюдал инструкции. То есть сам человек в депо, начальник дороги, говорит там следователю, родной мой, если я буду работать по инструкции, то эту дорогу надо закрыть, потому что у нас ничего не работает, у нас вообще ничего не работает. Если мы будем соблюдать всё, что записано у нас там, все эти предписания, где, чего, сколько, ничего, всё встанет, абсолютно. И всё. Что изменилось в этой стране? В этой стране изменилось что? Бабла стало больше. Да. За счёт бабла, которого стало больше, можно купить импорта больше. Да, его не было. Что изменилось? Можно ездить по миру, было там какое-то время спокойно. А всё остальное, организация, это производство, организация страны, оно как было советское, так оно и осталось советское. И оно всегда будет советское. И поэтому на бумажке написано одно, а делается другое, а думается третье. И поэтому, конечно, всё продаётся и всё известно американцам и никому угодно. И китайцам. Знаете, Сергей, подумала, пока мы с вами меньше часа общаемся, что приблизительно, да, с 24 февраля и впоследствии мы поняли, что это отдел пиара очень хорошо работает в вооружённых силах России, и, конечно, они никакая вторая не армия мира. С одной стороны, вы правы, мы не занимаемся недооценкой, мы понимаем, что это мощный, большой, действительно враг, но это не вторая армия мира. А сейчас 50 минут вы вот так вот тряпками по лицу всему разведобществу Российской Федерации, при том, что я же понимаю, что это не эмоции, это не придуманные факты, а всё вот как оно есть на самом деле. И тоже действительно, даже если посмотреть какие-то культовые американские фильмы, они всегда рисуют русских очень крутых шпионов. А сейчас по факту мы видим, что всё действительно соответствует, ну, собственно, и российской армии. То есть отдел пиара снова и снова проявил себя намного лучше. Я благодарю, Сергей, за то, что вы, в принципе, помогаете нам своей информацией лучше и больше понимать врага, которого мы считаем сильным, но к которому мы ищем подход, как его ослабить и как его уничтожить. И то, что вы рассказываете, во-первых, это невероятно интересно, а во-вторых, конечно, нам очень полезно. И я хотела бы сказать нашим зрителям, что ещё больше информации, конечно, вот и ваши выступления можно найти у вас на YouTube-канале. Мы оставляем ссылку, потому что я уверена, что люди, которые вдруг, если впервые всё это слышали, они обязательно захотят ещё и ещё копать. Спасибо вам большое, Сергей, за эту невероятную беседу. Спасибо вам. И, конечно, пользуясь случаем, Сергей, мы приглашаем вас ещё и ещё к нам в гости, когда у вас будет время и возможность обязательно приходить пообщаться с нами и чтобы наши зрители ещё больше знали эту кухню изнутри. Спасибо вам большое. Спасибо вам за приглашение. С большим удовольствием откликнуть на следующее приглашение. И будем надеяться на вашу скорую победу, потому что у нас с вами общий враг. Так и есть. Спасибо вам большое. И, конечно, я желаю от себя спокойного, прекрасного дня и вечера. Друзья, Сергей Жирнов был сегодня у нас в гостях. Ещё раз и ещё раз. Вы помните, что самые лучшие YouTube-каналы мы всегда вам рекомендуем и вы можете найти как раз сайт, о котором я сейчас говорю, YouTube-канал у нас под нашей трансляцией. Сергей Жирнов, полковник Заба со второго разряда, бывший разведчик, ну и политолог, публицист, журналист, человек, который невероятно интересно рассказывает о внутренней кухне, того, что происходит и происходило, и продолжает происходить на территории Российской Федерации. Ещё, конечно, больше мы уже узнаем после смерти Путина или тех людей, которые играют Путина после окончания этой войны, но и на сегодняшний день мне кажется, что более чем достаточно такой важной и очень интересной информации. Друзья, я надеюсь, что вам с нами было сегодня интересно в нашем первом стриме. Вы не забудьте нам оставить лайк, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф напрямой, обязательно поддержать нас в нашем информационном сопротивлении. Я сразу анонсирую, что через 7 минут у нас будет Михаил Шейтельман и рубрика Шейтельман с нами, но это, кстати, друзья, ещё не всё, потому что я много раз вам говорила, что мы развиваемся, мы хотим совершенствоваться и привлекать, во-первых, всё больше и больше аудитория, во-вторых, радовать наших подписчиков и наших зрителей. Сегодня в 10 вечера у нас будет невероятный эксклюзив, наша премьера внутренняя, у нас будет новая рубрика про фронт, про оружие с невероятной аналитикой, с очень интересными деталями, в общем, в 10 часов вечера вы увидите нечто новое, и что самое главное, не знаю, кому это важно, меня там не будет, там будет мой коллега невероятный Андрей Соломко, я вас уверяю, это будет огонь, поэтому не забудьте, подписываемся, ставим звоночки, которые не дадут вам забыть о наших новых рубриках, через 6 минут приходим на Шейтельмана, и, конечно, я напоминаю, что вы ещё и можете поддержать нашу команду, которая разрастается, становится больше, интересней, PayPal, Patreon, всё это оставлено в описании к нашей сегодняшней трансляции, ниже окна, где вы видите меня сейчас, или же в описании на главной нашей странице, функция спонсорвата на самой главной странице нашего YouTube, там вы выбираете для себя единоразовый ежемесячный платёж, ну или QR-код, который время от времени спускается вниз, это уже как раз, друзья, поддержка нашего YouTube-канала и его развития, поэтому будет очень круто, если вы найдёте время и возможность поддержать нас и нашу команду в нашем развитии. Я благодарю всех и каждого, кто был сегодня на нашем первом стриме вместе с нами, ну и через 5 минут встречаемся на следующем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова